Здравствуйте, меня зовут Палуянов Михаил, я родом из города Первомайска, Луганской области. Мы жили, в принципе, нормально, я работал на подстанции Михайловка электрослесарем. У меня было турагентство, в котором работали взрослые дети, и, в принципе, город маленький, но у нас был хороший авторитет, и, в принципе, мы жили очень хорошо. Мы ездили за границу, мы были и в Париже, и в Риме, и в Венеции, и в Таиланде. И, начиная с 22 июля, наш город, маленький, провинциальный, оказался под раздачей, скажем, военных действий. Представьте, нормальная жизнь, летний сезон, 6 утра, я провожаю людей на море, один автобус, у меня 50 человек стоит для того, чтобы уехать на Бердянск, еще один автобус, 50 человек уехать в Ростов, и тут начинается артобстрел. Было очень сложно, потому что у всех людей все есть. И не каждый человек осмелится взять рюкзачок, документы и все это бросить, закрыть по замок и бросить. Но после того, как начались обстрелы пятиэтажек и девятиэтажек, то есть выбивались от взрывной волны, стекла просто сыпались, и когда от снаряда выносила просто квартиру, вот это девятиэтажка, а квартира раз нет на шестом этаже, просто дырка. Это просто страшно. И люди, естественно, стали выезжать, выходить пешком. Все переселились в подвалы. Весь город начал жить в подвалах. С 26 июля в городе Первомайский не было электричества нигде, не было газа и не было воды. То есть был такой период, 18 дней, что вообще в город не подавалась вода. Ну, то есть для нормального человека это катастрофа. Не было связи, в городе ничего нельзя было купить. Наши друзья со всей Украины нам, наверное, телефоны скидывали деньги. Пока обстрела не было, кушать готовили на мангалах, на кострах. Я поняла, что я нормальный человек, ввиду того, что я была и в Риме, и в Париже, и в Венеции. Я думаю, почему я должна жить в подвале, почему я должна идти по улице, слышать эти свист нарядов и падать под заборами. Мы пару раз так падали, нас, слава богу, руку-ногу не оторвало. То есть я понимала, что человек может жить где угодно. Он должен просто принять решение. Я решила поехать к детям в Россию, посмотреть, как они там живут. Но пока я уехала, моего мужа забрали в контрразведку, в подвал. Пришлось мне срочно вернуться. И ввиду того, как 10 суток я пыталась его из этого подвала от разведки вытащить, и как он там находился, после этого мы принципиально поменяли решение и решили, что в этой стране мы жить не будем. Мы хотим поехать в ту страну, где люди более-менее защищены государством, законом. Мы думаем, что в Израиле у нас все получится. Мы люди амбициозные, найдем там себе, выучим в первую очередь язык. Как это необходимо, потому что без языка дело туго. Найдем себе нормальную, хорошую работу. Будем жить, радоваться. Может быть потом и дети наши к нам присоединятся. Мы верим, что у нас все будет хорошо. Очень многие люди остаются в военных действиях, потому что некому им помочь. У них нет ни средств, ни желания, ни возможности куда-то выехать. Благодаря тому, что есть организация, Сахнут, которая помогает, подсказывает людям, что кроме Первомайска и Луганска, где идут военные действия, есть еще другая земля или другие места, где можно жить нормально человеку и помогают туда выехать людям. Спасибо большое. Мы хотели бы сказать однозначно всем людям и ребятам, которые работают в Юрейском агенции Сахнут. Потому что не просто нам дали надежду, что есть другое место, где человек может жить по-человечески, работать. Дали возможность и финансово выехать из оккупированной территории, называется это зона АТО. Заказали нам билеты на самолет, все организовано. Поэтому, в принципе, мы очень рады, очень довольны и благодарны, что есть организации, люди, которые готовы помочь. Людям, которые находятся в тяжелом положении.